Приходим к последнему, заключительному, финальному аккорту нашей конференции, не конференции, семинара, не семинара по названию «Обращение и не обращение». Я думаю, что Светлана Владимировна, которая открыла наше сегодняшнее заседание, ее выступление вначале было такой прерюзией к тому, что она скажет сейчас, и после этого мы уже тогда откроем финальную общую дискуссию по всему нашему сегодняшнему заседанию. Прошу. Спасибо. Я обращусь к концовке и сказки, и романа, к их странностям. Кто венчает сказку «Свадьба» и «Обуждение бессмертия»? Мы уже слышали, что психея ничем кроме красоты не заслужила своего олимпийского статуса и получения чаши бессмертия. Примерь психея, стань бессмертной, пусть никогда не озвучается «Купидон» и «Заглядьфай», и «Да будет союз этот на веки веков». Так переводят Кузьмин. Но и другие переводы тоже. Но в оригинале не вечный союз, и даже не вечный брат. И не какое-нибудь возвышенное слово, вроде «Фёдус». Но будут вам вечные вот те нукции. Что такое перфетура нукция? Это вечная свадьба, а переносно никогда не прекращающиеся любовные утехи. Причем нукция используется как эльфинизм, например, для занятий распутки или просветутки. Куэсмата поднялись с нукцией директателем, чья мать ежедневными свадьбами развлекаются. Рождается Волюктас. Уже был храм Волюктас, и Центром специально говорит, что существуют у нас в этих храмах, посвященные форумы. Какое это наслаждение? Тоже более или менее понятное из контекста, даже если не считать след за Бакачью, что наслаждение было все-таки смертным по закону, по рецепту незаконно. Что психия нарушила закон, поэтому ребенок не получает, не должен получить статус отца. Но пусть даже это не так. Этот незаслуженный и счастливый конец для психии, конечно, радует читателю, который готов встретить милость, а не какое-то там раздаяние по заслугам. Но оттеняется он историей Хавиты. Девушки похищены разбойниками, когда мать снаряжала ее свадьбой. И сказка, собственно, рассказывается ей утешение. Как только кончается сказка, рассказанная вовсе не в Афановой, да, а в этой самой пьянице, старухой, то после долгого забвения векса начинается снова круговек подключение осла. И вскоре завершается история Хавиты. Казалось бы, спасенная своим доблестом женихов, подобно психии. Но она продолжается, история Хавиты. И история эта длинная, я не смогу ее вам рассказывать, но она страшная, безнадежная, оковарной гибельной страсте, о гибристе, который он так и звали, дерзкий. Эта страсть погубила прекрасного мужа Хавиты, ее самая и убийцу. Все они погибли в ужасных мучениях. Сказка окружена самой страшной и самой серьезной историей. Вообще, в Метуморфозах всего две истории любви. Все остальное о сексе, будь то легкомысленном или извращенном. И всего две истории о, как сказать, людях достойных, смелых и готовых вступиться за, так сказать, за честь или за обижаемых людей. Все эти благородные люди гибнут в ужасной смерти. Правда, гибнут и их злодеи. Ну, вторая история из девятой книги о трех разах. Итак, сказка, несомненно, с одной и надвергнута в контрастное поведение, и это контраст сказочного и комического, жизненным и реальным. Противопоставлены данным образом, нарочито-сказочный хэпи-энд и подчеркнут ужасный исход жизни. Вопросы о заслугах. Мы видели, какая была, какая психея. Да, я не буду повторять. Только перед прыжком в хуропость психея чем-то напоминала Хариту. Но в мире богов всякое мужество ее оставило. В то время как Харита, это, про нее говорите, что у нее анимус, верилис, мужественный дух, у нее силы характера, силы любви. Умк, радость, великая решимость. Это человек. Апулей знает, что в мире существуют не только преступники, чиновники и жалкие оживатели. Но читать историю Харита тяжело. В ней нет ничего катартического. Ужас и жестокость ими остаются. А безхарактерной, легко отчаивающейся, ни к чему почти не способной душеньке мы желаем спасения. Чтобы она и затягивает божественной красоте, и желание понравиться, возможно, она не погибла. Поэтому мы рады, счастливый консульт и отдыхаем в этом вынослии. Итак, контраст. Зарочитый опыт. Да, утешение, которое сообщает старую Хариту, ложность. Это обман. Это обман ожидания. Надо же сначала как бы спасаться, а затем все-таки гибнет ужасным своим концом. Перейдем к концу романа. Здесь тоже на первый взгляд эпи-энт. Но послушаем внимательно, что обещает Исида Луцию, когда он станет ее служителем. Ты будешь жить счастливо, ты будешь жить со слабым, под моим покровительством. И когда совершив свой жизненный путь, сойдешь ты в царство мертвых. То, как видишь меня сегодня здесь, так и там, в этом подземном полукружии. Найдешь меня просвечивающий в мраке Ахеронта. Светящийся или просвечивающий в мраке Ахеронта. В переводе Кузьмина просветляющий в мрак Ахеронта. Но там сказано только интервукентен ахеронтестенебис. То есть она там ему будет как бы слегка являться. И там, обитая в полях и висейских, негативе милостивую сердцу поклоняться. Если же примерным послужанием, исполнением обрядов, непреклонным целомудрием, ты угодишь нашей божественной воле, зная, что только я могу, только в моей власти продлить твою жизнь. Культа, статута, фата, туа, спация, витам, пророга. То есть продолжить, отрезать жизнь, протянуть дальше судьбы. За возможность поклоняться богения и в происходении Лути должен просветить и сидеть всю свою жизнь на земле. Это, конечно, по сравнению с жизнью любви и осла совсем неплохо, и срок жизни приварит за хорошее уковедение. Но таковы вещания загроб. А что происходит на земле? После того, как Лути возвратил себя на Луце, стал человеком снова по облику, начинается вроде бы быточистивая, но крайне сомнительная история. Когда-то считали, что один из этой книги добавлены, настолько ее стилистика оказалась противоречащей всему остальному. Затем проявили, что описаны там религиозный опыт, подлинный и, так сказать, искренний. И сигналом к этому личному опыту считали как раз появление имени Мадабца, который выяснился под маской персонажа. Поэтому это один из этой книги использовали для концепции культисиды, для описания вообще-то, как происходило обращение во втором веке. Иными словами, окулении с лицом сообщающим личный опыт спасения чуть ли не благую вещь. Уже Грэм Андерсон заподозрил сутерический аспект описания религиозного посвящения. С приближением конца XX века все больше голосов стало говорить о том, что в металлургозах нет авторитетного голоса правествователя, что это, как они выражаются, self-pastioning performance, что акулей умножает перспективы и тем самым саботирует всякое исключение к единому значению. Для меня в самой ментой иронии было упоминание о гладко выбритых головах в процессе посвященных, которые должен встретить осел. И головы эти гладко выбритые он называет земными звездами великими-великие. Они сияют на солнце землисиных, как земные зоди. Луций, снова став человеком, впадает в новую зависимость. Теперь не от любопытства, к магии там, но от жрецов и их фокусов. Будучи ословным, познакомился со жрецами сирийской богини и прекрасно понимал, что это замерзли в детстве общества. Он отлично понимал их проделки и был приметным и сообразительным. Но став человеком, он возвращается к своей наивности и становится, так сказать, жертвой финансовой эксплуатации. Сначала узнав, что Луций жив, к нему приезжают любые роды, друзья и родственники, приезжают ему с разными подарками, снанчают во всем необходимым для известного существования. Радость, что он как бы давно у сестры использовал. Луций живет внутри храмовой ограды. Он нанял себе там помещение. Последние главы 11 книги, нам переполнены темами денег, найма, издержек, покупок. Там ему снятся сны, в которых систематически перемешаны пророчества, непочастливые свойства и финансовые обстоятельства. Первое сновидение. Он понимает так, что ему должна достаться какая-то прибыль. Ему ждет открытие храма с надеждой на удать и доход. И точно. Его находит рабынский патрик, приводит ему белого коня. Жилец его не посвящает. Как он не жадует посвящение. Жилец тянет, говорит, что тут должны, знаете ли, особые знания по этому поводу. Не всех посвящают. Часто посвящают человеку, чтобы на пороге смерть, чтобы он не любил, чтобы не любил болталки. Общим клиентом маринует и выдерживает как следует. Наконец, богиня ему является и ясно говорит, сколько надо потратить на исключительное молекство. Дальше следует подробное описание этого посвящения. И здесь, конечно, во многих деталях, несомненно, присутствует собственный опыт Апулей, который прошел посвящение во многие таинства. Говорится, правда, и о том, что он ревностно закупает с некоторым избытком и все для обряда. Три дня празднуется духовное рождение Луция, он молится, удивный, совершенно прекрасный молитв, изумительно написанный, обнимает, как родного отца жреца Митру, отправляется домой к родителям. Здесь, где роман не кончился. Прекрасный, счастливый конец. Но нам предстоит несколько ложных концов, которые делают всю концовку странной судьбой. А Луция пробовал в отечественном доме всего несколько дней. И снова гонит его внушением богиня теперь в Рим. Теперь он ежедневно молится в храме и силе. Ну и о богине опять является ему во сне, так все равно рекламный агент этих жрецов. И снова напоминает о посвящении тайц. Луция изумлен, в чем дело, я прошел его посвящение. Он стал разрушлять, стал советоваться жрецами. И тогда ему говорят, что есть еще тайец в Василии. Правда, сущности их учения. И их сущности и учения очень близки. Но в таинстве есть некоторое отличие. Поэтому нужно пройти еще одно посвящение. И ему во сне является жрец с искрюленной пяткой. Это метод, который как одессеет и в реплее узнает, кто же может узнать. И вот наиболее выявляется этот жрец храмовый с искрюленной пяткой и зовут его осел. Но он зовут Азинус или Азиниус. Храмой осел, этот жрец, это точная точная эмоция. Значит, осел будет посвящать ослам. Добро сказать, что в сказке... И погонщик его тоже храмовый. Психея должна не помогать погонщику поднять и павшее грибно с этого самого храмового осла. Храмового погонщика. Что это за парочка такая-то происходящая? После того, как мы заметили, что башня, которую мы говорили в сказке, взята рассказчица прямо из фиктивного жена антуража, то есть башня сначала описывается как ландшафт пещеры разбойников, потом она попадает в сказку вместе с окружающим пейзажем, который идет на построение картины Стикса. Я уверена, что никаких случайных деталей, случайных храмов ослов и погонщиков быть не может. Сказку-подсказка, да, сказку нам подсказывает чтение всего романа, но не как прямая аналогия возвышенного смысла, а как зеркало с пугающим отражением. Значит, у нас есть погонщик осла, его зовут Азинус. Он погонщик осла Руцея, он его, так сказать, не струны капли. И это зеркало показывает нам преисподнюю и дает ключ, и тот ведет туда же. Да, кроме того, мы уже знаем, что Луций внезапно стал педняком. Боим прочим, у педняков не бывает любимых рабов, потому что есть есть любимые рабы, есть еще и нелюбимые рабы. Значит, их довольно много. Луций был богат. К этому моменту он совершенно поиздержался на своем религиозном рвении. Значит, он собирается опять пройти посвящение, но медленно, потому что денег нет. Он продает последние, бедно стоял у меня на пути, он продает последние тряпки, запас одежды довольно скружный, правда, какой, как наскребан небольшую необходимую сумму денег. Он прошел на это посвящение, его радость, это посвящение принесло ему денег, потому что теперь, ну, кто как-то родительную удачу, послал ему заработок адвоката, чтобы он получил какие-то денежки для дела на латинском языке. Прошло всего несколько дней. И что происходит? К моему удивлению, снова раздается зов слышу, приказывающий мне в третий раз подвернуться к посвящению. Он пришел в волнение, крепко задумался и стал даже, клянув Геркулесом, цениваться в добросовестности жрецов. Ну, это, так сказать, разумные эти соображения он вскоре отставил, потому что появился непосредственно, мне кажется, Осирис и сказал, что эти бесконечные посвящения только гарантируют ему вечное блаженство. Ему надо потратиться на новое облачение, потому что прежнее осталось время. Не время, не время, она была. Осталось время. Ну, проверить, время осталось. Да, по-моему, да. Значит, его, не жалея издержек, готовлюсь к посвящению, не пожалел я от опытных издержек, по щедрому промыслу богов, выступления в суде стали приносить неизвятный доход. Опять-таки, посвятишься и доход все-таки какой-то будет. Осирис делает его просто формы. Это довольно низкое место в иерархии жрецов египетских. И, наконец, заканчивается все тем, что он снова сбривает голосы. Он говорит, что нет, чем прекраснее пудрее. И радостно разбуливает в тексте все-таки обивом. Да, а не умру, хотя, может быть, здесь есть наоборот. То есть этот обивом, этот имперфект радостно разбуливает, не стесняясь своей высины. То есть это никакой не конец. Да, этот имперфект. Мы не вернулись к ее пролога. У нас нет авторского завершения. И автор в прологе, неявно отделенный от героя, тут с ним как-то слился, и ничем это не получилось. Эта странная история ведет еще большую странность, если мы обратим внимание на никак не исключаемые совпадения со священными речами или аристином. Аристин страдал, видимо, неприлекцией. Той самой болезнью, которая так интересовала Апулея. Ну, по апологии мы знаем, что он, как бы сказать, полагал, что эпилептики имеют некоторые способности проникать в другой мир. Он был современником Апулея, был посвящен мистерии о скрепии, как и Апулей. Стал жрецом, видимо, этого бога. И в своих генеральных логах постоянно рассказывал о постоянно получаемых в них видениях, инструкциях, которые ему давал обожество. Он систематически исследует, они все оправдываются. Он получает указания отправиться в Апулгарии сюда, как и Луций. Как и Луций, он признается, что он не может написать вполне невыразимое божество, в котором он там встречается. Но интересно, что он сообщает, что благодаря общению с детьми божествами во сне, он становится более удачливым ритмом. И Сина, между прочим, ему тоже нравится, в эти священные мировые опыты. При сравнении с Апуллием, сколько бы ни было в конкретных деталях, действительно, его собственного опыта, кажется, что он использовал такого рода описание для литературных целей. И хронологически это вполне возможно, потому что он мог писать уже 70-х годов и подробнее его жизни. Но есть ли что-то искреннее в этих треххвостых полях? Я думаю, что есть. Это необычайное искусство молитв и описаний, просто шипифонии, вдохновенности, искусства. Боккин – это стихотворные произведения. Он обращается к Исиде. Он обращается к Исиде. Ну и так далее. Это, несомненно, вдохновенные поэтические произведения, ну, как сказать, длинные. Я прочла маленький кусочек, там две потрясающие молитвы и несколько замечательных описаний. Впрочем, есть и краткое описание первого освящения, которое также говорит не о какой-то пародии на Ирия Алистида, а на технологический опыт мистиков. И так, внимая верь в эту истину, достиг я уже смерти, переступил порог к Исортиды и опять вернулся, пройдя через все стихии. В полночь видел я солнце в сияющем блеске, «Нокты медиа в виде солен, кандидов, архиттантов и длинные». Представлены богами подземлями и небесными, и визит планицей. Вот это вот солнце в полночь, это свидетельство мистики у самых разных толков. Суфи, Пуан-де-Ла-Круса, японских теоретиков театра «Нок» это подлинные и чрезвычайно сжатые выражения типологического и мистического переживания. Но есть еще один след во тьме, о котором говорит уже сказка о Пупидоне и Психее. Когда она отказывается от мысли, она просит Пупидону и Психею показаться ему. Когда он убеждает ее этого не делать, она говорит, что нисколько мне не мешает даже сам «Мрак ночной» Мне хочется для сравнения с сомнительными концовками сказки и романа указать на текст, где такой сомнительности нет вовсе, чтобы было понятно, при том, что текст о более неоскриканном моменте, то есть что такое отсутствие вовлетности? Это тоже история о неслыханной красавице, славой которой шла по всей земле. Она тоже имеет сказочный зачин, и была дочь у него в 18 лет, высокий стройник, в тех лет земли, донембала над высотой и так далее. И в описании башни Асенет и речь идет о Асенет, и в Борцах Пупидона есть некоторые уникальные черти, которые только эти два описания объединяют. И в этой истории, в истории Иосифа Асенет, брак и обращение писанному Богу, и посвящение им изделия, и обретение бессмертия, и через кружение божественной виши, и чак и бессмертия, все эти разъятые части истории психеи и метаморфоз собраны воедино. Если я и подумала, порой, о том, что Аукулей был знаком именно с этим египетским ваклирусом, поскольку это написано в египте сочинение, то я привожу этот параллель не для того, чтобы сейчас доказывать срождение, а для того, чтобы противостоять различия, что может быть все совсем по-другому. Иосиф, именуется Сыном Божиим, первородным, имеет очевидные черты мессии и представляет Бога на земле. А Асенет — человек, и в то же время она обретает через покаяние и обращение и прохождение неизвестных ощущений бессмертия и превращается в ангелическое существо. Через нее, в ней, спасение и бессмертие будет дано всем верным. Тем самым спасение и бессмертие отдельно у человека, что обычно дает мастериальное посвящение, и человечество, что происходит в мессианских учениях, совмещается. Преображенная Асенет становится женой Иосифа и в то же время небесным градом, в убежище, где спасутся все, обратившиеся к Богу. Брак Иосифа Асенет задуман от века, он несет спасение всем людям. В то же время Валюттас, как результат брата психеи и Гуридуна, ничего не меняет на земле. Нам об этом ничего не говорится. Небесный план сказки это игровой олимп в рим. Там все как в комедии. Небесный план до 18-го Сенет с огранили, мистически. Лея видит стоящую рядом с ним женщину, одновременно как небесный град с одновременно в стенах. Боги занесены в книгу Музг в концовке сказки о «Будрохе психеи». Это игра, патронского скрипта, дейл-конскрипта. Тогда как имя Сенет записано в Христовом Божьем в книгу жизни. Итак, мораль сказки. Счастья нет, хотя есть наслаждение. И бессмертия в результате больших финансовых уважений в мистерии тоже нет. Есть некоторое с огромным благополучием. Однако существует бессмертный союз любви и красоты и кажется это литературное творчество. Во всяком случае оно обеспечивало бессмертие «Будрохе психеи». Спасибо большое. Вы выслушали последний доктор. Вначале, я думаю, вопрос и обсуждение по нему, а потом уже я думаю, как у вас в общей дискуссии. Бажомство. Кого? Доклад Милия Владимировна настолько хорош, что даже и настолько действительно понятен. Я ждала в какой момент вы скажете про Иосифа и Асенет и это прозвучало как раз в конце. Тут у меня вопросов никаких нет. У меня вопрос с Элием Аристида и вопрос с Элием Аристида и со снами. Ваше сопоставление оно вообще вполне понятно и логично. Но если я помню, если я правильно помню, то у Элия Аристида вот этот сналический опыт был в рамках инкубации. То есть это было то, что назывались современная наука называют осознанными сновидениями, запланированными. А насколько я помню в Апулее это не так. Тем самым можем ли мы сопоставлять тогда понимаете эти два типа вообще? То есть есть ли мы эти два типа сновидений? Если это не так? Я не понимаю, нельзя сопоставлять эти два типа сновидений. Это не никакого общения. Дело в том, что в одном случае Элия Аристида описывает совершенно реальный свой лук. Это не фикшен, это не литература. Я понимаю. Он описывает свой, ему являлись в сне боги давали ему что-то он не выполнял. И он относится к этому абсолютно серьезно. Другое дело, когда вот с такой назой, с такой какой-то нудностью, совершенно не свойственным остальному тексту этого романа. Вот происходят три ложных концовки. Постоянно появляются, когда такого рода сновидений является человеком, который жаждет исцеления, то это не вопрос, как хорошо закончить роман. Сколько надо, столько и появится. Он жаждет исцеления. И он описывает свой реальный опыт, хочет о нем рассказать. В данном случае перенесение вот этого вот как бы совершенно нелитературного опыта в литературу сразу становится пародийным и сомнительным. Поэтому вопрос о том он был, конечно, он ждал в каком-то смысле, это не инкубация, но все время ждал, он все свои действия производил, когда ему явится божество. Скажите, сколько божеств какого-то конскуранта что-то назовет. Упоминание всех этих коммерческих и имущественных вопросов в конце оно настолько назойливо, оно настолько постоянно и так контрастирует с этими удивительными молитвами, что и видеть в этом некоторой иронии невозможно. А у или это действительно нет. То есть вы считаете, что здесь есть такой вот этот именно подтекст иронический, именно в отношении сновидений. Почему сновидений? В том числе. в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, он как был нетроверным, так и остался. Только тогда он интересовался магией, а теперь он предался религии истили. А Эли Аристида никто не дурачит, а наоборот. Так, Эли Аристида реальное историческое лицо, которое болело и пилет, и лечилось в этих поспетитах. Поэтому дурачили его или правда лечили, это вопрос, ну, как бы совершенно ему ответить. Он, во всяком случае, лечился, лечился, а Луция описывает романизм. Это совершенно разные и лечился. Но я бы сказала, что она максимально и именно отчасти пародийно приближе. Потому что, как вы сказали, осознанный или заказанный сон, это само по себе уже очень странно, но это именно то, что происходит Луция. Ему прямо говорят, сиди тихо, будет сон. Да, во сне скажут сколько. И ему действительно появляется Исида и говорит не что иное, как сколько. Она другие вещи тоже говорит, но то есть он во сне получает такую информацию, которая как бы даже на номер меньше, чем то, что происходит в инкубации. Там все-таки исцеление это может быть не спасение всего человечества, но в рамках человеческой жизни это вам. Тут боги являются ему именно предуказанным, заранее сказано, что явится, и сказано по какому ерундому полу. Еще вопросы, замечательные соображения подокладные на Двоземное. Если нет, то я позволю себе два соображения. Мне кажется, во-первых, что образ хромого погонщика и хромого осла это своего рода скреп в романе. Потому что помимо двух катетов, которые вы упомянули, видение в Аиде и в конце, есть еще третий хромой осел и его хромой погонщик. Луцый осел постоянно о себе говорит как о храму. В одном месте он говорит, что у него был хромой погонщик. хромой столик, которому было подпоручено наблюдение за бьющими животными, выдрал нашу водопад. То есть этот образ все три уровня связывает. История амура и психеи, внутри которой ставлен этот осел, который рифмуется при этом с психеей, тоже нуждающей помощи, затем историю Луцый осмой и ее разрешением. А второе наблюдение касается проблемы концовки. Собственно говоря, если сравнить роман Акулея с псевдо океаном, ну и возможно каким-то предполагаемым речным сюжетом Луки Патерского, то разница тут очевидна. И там и там человек превращается из осла в человека. Но если в одном случае у псевдо океана Луки остается таким же как он и был, он даже подчеркивается, что ему возвращается его гражданское достоинство, что он снова становится Лукем, а брат его Гай, что ему возвращают свободу, он ценися над кораблем, возвращается обратно на родину и заканчивается все с меховой историей, с неудачным приключением с Матроной. Поэтому он не сильно отличается от того Луки, который был до этого, который, будучи человеком, также развлекался с этой полезной гемити. в случае жарапулеи разница очевидна, что благодаря тому, что превращение произошло чудесным образом, Луций становится своего рода рабом-богиней. И тут напрашивается ассоциация с еще одним рабом-богиней, точнее, рабами-богиней Ауций тоже вступает в коллегию Гостокория, это рабы-сирийской богини, наоборот, отрицательные персонажи, и среди которых тоже есть пришивый, равный сирийными по краям голоса, как говорится, но тоже пришивый и тоже, собственно, раб-богиня. В этом смысле, с одной стороны, как бы, очевидно, что своим спасением Луций обязан божеству и поэтому он становится рабом, но, как бы, здесь подчеркивается, что в отличие от рабов-сирийской богини, которые обманщики и вынуждены в общем себе зарабатывать на жизнь самым унизительным способом, шляясь по городам, попрошая, обманывая людей и даже воруя, Луций, в общем, попал в добрый раб. Если сравнить с рабством на сирийской богини, его рабство совсем ничего и даже хорошее, хотя, в общем и целом, все равно остается рабством. есть еще рабство в Сихее, она раба на Венере. И раба на Венере. Но она-то как раз освобождается от рабства в Венере, получая божественный статус. В этом смысле ее-то финал похож на финал псевдо-лукеана, где человек возвращает себе свой статус. Она-то приобретает даже и больше. Она из этих всех троит и больше всего. Уживая целомудрия что он видел царство мертвых, что он видел Презерпину лицом в лицо. А это и есть тот осел, которого в конце Копидона и Психея видят Психея. Потому что вот это вот почему он говорит, я дошел до самого конца, он никуда не ходил. Подумаешь, театр, там, я не знаю, преступницы какие-то вокруг всякие представления и ужасное ощущение, что он сейчас совершит жуткую мерзость и вообще хватит. Бежит и молится. Но потом он вдруг говорит эти слова. Вот тут они и пересеклись. Там на уровне образа, а здесь на уровне его непонятно откуда зеркать. Он говорит о слове посвящения. Это переживание посвящения. Конечно, но, конечно, я помню, да, просто вот я сейчас не нашла точную цитату, но в общем мне кажется это имеет прямые так, как-то я его цитировала как раз. Ну да, я просто хотела сейчас еще я помню, что вы читали.